надеюсь все работает добрый добрый день мой случайный путник который проходил мимо в поисках необходимой информации обо мне конечно же ни хера ничего не знаешь но перед этим я сначала поздороваюсь с пацанами которые меня и девчолями девчули которые меня постоянно смотрят здрасте дорогие мои и не вот увидев вот эту коробку с одиозными надписями не спешите меня поздравлять это не это не моё это не моё это это то что я смотрел в эту сторону чтобы оно было моё короче не буду вас грузить короче это не моё это 6 700 альфа айписи сенсор вот до того как я ее отдам решил все же короче долго думал вот не хотел вас триггерить пацаны да чтобы вот ну этими процессами короче пока что пока что все таки наверное придется продать почку и сдать наверное еще печень в аренду потому что пока что мне денег не хватает и огромное вам спасибо что вы помогаете мне в этом процессе а теперь вот к тем кто по тематике дружище смотри я не это самое не аля такой не пиздатый оратор у меня по списку все не составлено но мог бы ли бы я это сделать дабы мог мог бы 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 короче влом давай тебе вкратце да во первых сейчас опишу тебе себя чтобы ты узнал себя ну понятно ты не какой-то там продвинутый оператор да ты знаешь что себе покупать знаешь все камеры вот если не знаешь тебя есть там не за финансовую возможность это попробовать и так далее вот ты типа меня бомж блогер который искал камеру для любительские либо чуть выше любительской какой-то видеосъемки и у тебя критерии как у меня это а без стабилизации без которой ты страдал как я лютый автофокус потому что как и я ты иногда за спиной снимаешь закрытыми глазами тебе нужно чтобы она там фокус попала что там тебе надо еще тебе нужно low light тебе нужно не промокаемый корпус ну как не промокаемый смысле насколько это возможно и портативность ну и цена адекватная ну и поэтому ты наверное как и я косился на c-шку а7 c ну ахеревал конечно от стоимости оптики на full frame вот плюс вышла 6700 и а7 c2 и ты такой блядь там вкусного много предлагают такой типа вот ну и ты как и я нет нет начал слышать про оверхитинг и такой блядь насколько правда давай сначала я тебе свое впечатление скажу да то что я вижу в разноязычных костноязычных блогеров которые все такие знаешь как это все выглядит да там нету а у меня вообще как бы слой сложилось такое мнение что пока как бы тебе не говорят что все работает бля буду мамы клянусь хуй ложу на течение вот вот век свободы не видать но тогда окей наверно можно в это поверить но как только начинается вот это юление пиздой по смазанному полу вот это ну как бы там она типа нормально но это стало гораздо лучше или вот все вот в таком духе ну короче меня сразу очень сильно это настораживает до степени что это прям полный пиздеж это мой опыт я часто верил в такие вот доводы типа ну нормально блять нам какой дом там там вот у меня зевиха была до год я юзал но и там но как как и в привык предыдущих камерах кроме 6600 не конечно же не было айбеза и все таки ну нормально но там есть блять катались да ну его нахуй чуваки правда как бы 60 футажей как бы стабить блять катались тяда ну и нахуй а электронная она просто не рабочая там такой пиздец проходит лучше на гоу проху тогда снимать да и хер на него да ну вот так вот про вот это когда рассказывают про цешку вторую mark 2 и про неё оверхитинг ну как бы и вот тут у меня прям вопрос возникает про а7 c mark 2 они типа там таких проблем у меня не было да и вот такое блять прямо после того что они про неё говорят такое впечатление создается что им сказали так блять про ладно прошли 700 не прямо можете что-то там сказать но так типа не наезжайте на цешку если скажете хуевое слово прямо тут с презентации блять в багажник нахуй вывезем закопаем в лесу к хуям вот такое ощущение создается потому что они просто типа так типа они стараются вообще ничего не говорить типа чтобы потом им не предъявили что там типа нет проблем я не знаю кстати про mark 2 процежку я не знаю надеюсь что я узнаю и еще больше надеюсь что как бы что в ней нет перегрева хотя нет вперед первым пунктом из трех должно быть надеюсь что соберу очень у нее деньги пока что у меня блять и меня пока на эту нет денег а вот этот разница большая между ними так вот а про эту они такие ну да там если типа подключить внешний монитор если там типа старая прошивка если там настройка уведомление по перегреву стоит типа в нормал типа ну да можно и и вот так вот перегре короче так вот таком духе пиздят вот пиздят именно пиздят брут блять сейчас я все тебе чувак расскажу те кто уже столкнулся с говном да они тоже не говорят что говно чуваки просто блять не покупайте не покупайте эту камеру нет они такие да не все заебись как бы все заебись а я вот купил автуланзе кулер блять чуваки кулер блять этот там на какое-то говно клеится сюда нахуя мне покупать почти две штуки блять камеру что потом еще блять кулер сюда лепить но ну правда ночью про чё реально блять как но пиздец но про ну бля ну может быть кому-то это подойдет опять-таки ну мне нет у меня у меня у меня во первых у меня я живу блять у меня блять через дорогу африка да там блять 16 километров вот у меня где-то половина месяца в году плюс 30 за бортом вот сейчас плюс 30 да потом что еще что еще у меня съемка блять у меня ветер у меня пыль у меня песок у меня блять раненган блять у меня там съемка там где-то там из-под ноги и иногда я просто не имею возможности даже открыть монитор чтобы мониторить картинку потому что я могу просто снести мне иногда вообще закрытым надо держать и ну как ну как бы какой кулер до другой вопрос а почему ты макс вообще ждал от нее каких-то типа ну что она будет нормально работать объясняю у меня была зевиха зевее 10 вот многие кто меня смотрят сейчас вы тоже как по бомжу ищите камеру там типа ну ладно в этот раз я готов чуть больше заплатить поэтому вот вы рассматриваете варианты и сейчас вот на меня наткнулись там про 6 700 его на русском чувак что-то рассказывает это самое не по картинкам блять презентация от sony да ну вот теоризирует а как бы реально вот и смотрите про это про эту зевиху тоже много кто хуесосил что типа блять перегревается перегревать перегревается я что она не сделал я на ней сделал сразу настройки перегрева на максимум включил режим самолет отключил все сети все блять вот моих условиях в этих я год есть есть ну снимал и иногда даже блять это типа было лето там плюс 35 окружающая среда на нее светит солнце я в общем снимаю и у меня градусник вылетал короче норм все было я поэтому такой думаю блять ну может быть это можно рассматривать эту сторону хорошо что-то у меня довелась возможность это попробовать чуваки сразу он говорю нет ну почему вы ее как бы взамен всяких зевих берете вы знаете да потому что тоже вас где-то окатила водичка зевихой с этой или еще что-то там ну короче либо глаза вам не хватает иногда фоточки поделать и так далее и я подумал блять может быть такая же херня что я сделал смотрите почему я прям радикально говорю нет она не годится если ты готов но вот эти костыли вот это вот эти уебищные там какие-то кулера хуэра там либо ты будешь снимать там холодокомбинат да там окорочка блять холодильнике до годится нормально бери все класс клаване снимаю там в 4к высоком фпс и блять не подключая внешний монитор и все будет заебись в остальном варианте вот если ты как вот ну как я бомж блогинг до run and gun разные блять позы разные условия то в бане то блять то еще непонятно это в жопе но короче и тебе вот все то что в ней есть как бы тебе надо блять но то хуёва история у нас с тобой были варианты 3 это было вот это 6 700 а 7 c mark 2 и panasonic с 5 mark 2 ну вот panasonic отдельная история два слова потом про него расскажу ну вот а сейчас у нас круг сузился вот цешечка ну блять как бы смотреть на цешечку блять и типа и покупать на нее переключать у вкроп режим это идиотизм конечно ну а блять приличная оптика g master до которая стоит там на вторичном рынке блять та котором не надо но да для travel блогера она там извините косарь бы уж стоит но это пиздец короче смотри чувак что я сделал я его поставил на штатив по зацепил у него там crop объектив поначалу конечно же попробовал там что-то потыркаться в экран туда-сюда полазить там ничего не меняя по настройкам до оверхитинг быстро прилетел окей хуй с ним я чё делаю я включаю температурное ограничение на максимум я включаю режим самолет чтобы отключили все сети дальше смотри я немножечко нагрузил но нагрузил меньше чем блять вот как бы это самое чем можно было бы почему нагрузил чтобы получить идеальный баланс да вот у меня ну во первых я не долбоеб да я никогда там в редких случаях вот сейчас я наверно напишу там минут на 15 наверное да а так я ну я не веду съемку не поливаю там по два часа то есть там у меня типа аля там 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 30 секунд раз как бы футажик снят раз вот я не практически не пользуюсь мониторами но тем не менее у меня может быть там и там 35 температура светить на прямо на нее поэтому я решил так по чесноку сделать да сейчас объясню что в чем честность моего теста была значит настройки сказал да отключены сети я что сделал я подключил не доставая батарейку не доставая батарейку я подключил внешнее питание от пауэрбанка и подключил монитор ну на камерный монитор все я ее не включал для записи ну смысл я его включил бы 5 но запись не шла понимаешь просто вот активен дисплей я просто ковырялся настройках там фпс и ки хуесики там раз там то все там менял короче просто лазил по меню минут 30 прошло просто включенная камера 30-35 загорелся градусник и через минуту через 30 секунд камера выключил сверхистинг блять я и не снимал даже чуваки то есть я ее не включил типа что типа запись пошла как поэтому вообще дальше как бы обсуждать вопрос при какого там за сколько секунд она блять там при 4к при фулыш full hd блять причем она как как она будет выключаться обсуждать ну не хуй потому что вот если в таких условиях понятно я монитором на камерном практически не пользуюсь и ну кто-то может сказать типа нахуя ты типа с батарейкой зарядку включил типа нужно было это сам пустышку воткнуть чуваки пустышкой я пользуюсь вот только там вот дома вот так вот если мне что-то нужно записать но вот я не пользуюсь пустышками да у меня будет она постоянно как бы с батарейкой да на улице если меня с батарейкой да powerbank может быть подключен но как бы хер с ним все равно это такой холивар странный потому что блять она не снимала что же с ней будет когда она начнет снимать насчет поэтому она выбивает выходит из строя потому что эта камера перегревается даже не в процессе съемки у меня туда у меня тут не свеженько у меня блять не плюс 10 здесь да все таки африка рядом сахар хурма да ну и не 50 здесь чуваки меня здесь но тридцатка да но и это нормальные условия эксплуатации для меня короче говоря к сожалению да как бы дорого цешка 2 не стоило остается она сейчас списке кого можно было бы рассмотреть для покупки а херевая конечно не только от цены скорее больше от стоимости и размеров этих объектов вот это меня триггерит и панас панасом страшно блять просто как бы это первая камера с как это фазовой фазовой фокусировкой на фазовая до фазовая вот по обзорам блять вот обзоры меня пугают как бы да все говорят типа аналогу ну она хороша она хода ну там sony там типа первые там типа по автофокус но она ебать как хороша блять такую же херню про оверхитинг про нее говорили поэтому меня сильно пугает но она стоит на двушку простите а оптики на нее мало есть но мало и там до более доступная сигма ну как то так короче но зато как бы панас стабилизация просто как по рельсам водозащита охуенная там только нырять нельзя и блять какой оверхитинг они мало то что никакая из камер панасов не перегревалась там еще блять и активное ослаждение и которые регулируются вообще пушка бомба ну вот но вот есть моменты которые пугают но вот и так такие дела поэтому если вот ты такой мамкин блогер да и думаешь как бы вот взять макси фарш да за недорого 6 700 вот но если ты где-нибудь блять там не знаю живешь в как ее в какой-нибудь на аляске да там что у тебя были там плюс 25 лет он то не бывает да но наверное она тебе подойдет если ты готов блять в ебать в нее там под двушку без малого да и потом еще покупать какие-то всратые блять костыли бля чтобы ее охладить но опять таки если ты студии она у тебя будет стоять на штативе то да можно и блять и пропеллер на нее там и домашних этот как его хуйню поставить как бы и пусть вот для тех кто как я вот юзает она то на торпеда в тачке у меня стоять будет да он ты же понимаешь что это же не квартира да это это кемпер на дом на колесах ну вот он у меня может на торпеде стоять да там дорогу снимать а там солнышко через лобовик долбит то меня там опять-таки его за торпеды да то блять я там где-то блять там на побережье там снимаю там то серферов то блять то нудистов да ну то есть такая тема для меня это не годится вариант поэтому прикольная в общем хотелось бы и что медисто меня смущала конечно светосила что crop матрица и как бы ну блять ну хуй с ним да ну то есть нормально как бы да короче обломка вот но ты же понял да вот sony привет но нахуй посмотрите в сторону чего-нибудь другого мир по нас ну вот но не знаю если меня цешка попадется от 2 вот либо есть тебе не нужно там эти 10 бит 422 там блять не 7 а 5 стоп стоповая тебе айби стабилизация годится там отсутствие некоторых средств перделок переключалок если вся эта тема тебе подходит то цешка старая вообще охуенная млитон панкуша блять юзает доволен счастлив там профессиональные все все дела и так про продакшен блять там run and gun блять one man band вся хуйня короче вот так